всем привет с вами пилот экстрим и моя любимая жена и сегодняшний выпуск будет очень интересный мы сейчас взлетаем из аэропорта мангамри в сан-диего и мы летим сегодня через несколько штатов начинаем отсюда взлетаем как вы видите у нас есть облачность может быть потребуется попросить via far on top по приборам скорее всего нет сейчас overcast 4000 поэтому скорее все приборы не нужны будут мы полетим отсюда в лас-вегас болдер сети приземлимся там заправим баки полет примерно будет около двух часов может быть меньше заправим там баки перекусим и оттуда мы взлетаем в колорадо сити это маленький городок около zion park или zion park как его называют мы взлетим из лас-вегаса пролетим над дамбой убор с дамбы убор мы пролетим через лейк мид такое большое водохранилище или такое озеро можно сказать пролетим оттуда опять же на северо-восток до колорадо сити это примерно еще час может быть полтора полета и в этом районе уже начинается тот zion park или zion park и мы над ним будем летать снимать это также с этой камеры и еще я установил одну камеру на нашей под самолетом 360 градусов посмотрим как это вы это первый раз когда я такое делаю и мы полетаем немножко над парком поснимаем и приземлимся в колорадо сити завтра утром мы возьмем машину сделаем утренний маленький хайк это в планах я надеюсь что так все будет но пока что вот план такой сделать маленький хайк вернуться в самолет и мы полетим оттуда где-то час полета опять же на северо-восток точнее на восток в аэропорт который называется page там мы возьмем тоже машину и пойдем смотреть horse band такой изгиб реки очень красивый я думаю многие из вас уже это либо видели либо знают либо были там значит мы пойдем посмотрим это пешим на машине пешочком и потом вернемся в аэропорт и над ним пролетим пролетать мы будем над ним на юго-запад пролетим над гранд-каньоном гранд-каньоне это special flight rules area сафра и там есть коридоры в которых нужно будет пролетать по определенным правилам на юг на юг определенная высота на запад на север определенная высота надо быть на какой-то чистоте мы пролетим в этом коридоре над гранд-каньоном снимем его тоже приземлимся в гранд-каньоне аэропорт гранд-каньон national park там мы приземлимся на на ночь воскресенье утром мы взлетим сотового аэропорта и полетим опять же на юг в аэропорту зваться вин слов там мы приземлимся тоже полет будет около часа там и приземлюсь на дозаправку и уже на нашем обратном пути в сан-диего мы пролетим над метеоритами кратер от метеорита ведь meteor crater называется там в пустыне такая дыра от метеорита который попал не знаю на землю может быть несколько десятков тысяч лет назад может миллионов я не уверен где-то слышал что 50 тысяч лет назад пролетим над этим метеоритом и уже обратно прямым ходом в сан-диего так что выпуск должен быть интересным присаживайтесь поудобнее для тех кто еще не подписан на нашу страничку подписывайтесь делайте лайк делитесь другими нам это помогает раскрутить страничку и тем кто все мечтают стать пилотами и хотят эту мечту чтобы она сбылась можете обращаться ко мне напрямую и приезжайте в сан-диего будем вас обучать стать крутыми пилотами так что поехали а а а а сейчас загрузим немножко наш багаж у меня тут место особо много нету поэтому может быть придется все положить на заднее сидение много барахла у меня в багажнике выходят но чемодан я думаю все таки зайдет вот так вот и грант гудмонник сандану 2-4-5 ази трэнзи и 2-8-райт сфоксрот на 2-4-5 меграна грандвейт Взлетная полоса на взлетную полосу 2.8 правая. Взлетная полоса на взлетную полосу 2.8 правая. И у нас будет облачность, они сказали, 3.200 broken, а, scattered, и 4.100 overcast. Теперь то, что мы можем сделать, чтобы не просить VFR on top здесь, я могу взлететь отсюда. Мы летим на восток, и 3.500 я наберу, и уже к тому времени, как мы будем там на востоке, мы найдем дырочку, и в эту дырочку поднимемся. На высоту мы будем совершать наш полет где-то на 7.500, потом уже ближе к делу, там поднимемся на 8.500. И я уже в воздухе свяжусь с центром и скажу им, что мы хотим VFR following в Boulder. И тогда у нас будет сопровождение. Значит, сейчас мы немножечко остановимся, и проверим наш двигатель. Проверка двигателя делается перед каждым полетом, строга по чек-листу. И мы делаем это следующим образом. Окей, теперь то, что мы делаем, мы переключаем на частоту 125.7, которая у нас была на Тауре. И перед нашим before take-off мы делаем наш чек-лист. Before take-off чек-лист, значит, brakes. Поднимаем микшер full reach, поднимаем RPM на 22 сотни здесь. Я держу тормоза. И теперь мы начинаем здесь коротить магниты. Вот, left, сейчас упало на 100. Оба, поднялась на 2200. Правый закоротил, упало на 100. Оба, на 2200. Мы смотрим, что Ameter заряжает все датчики на зеленом. Я убираю на idle. Включаем обогрев, карпит. Убираем. Легатив работает. Возвращаем на 1000. Теперь мы начинаем программировать наш GPS. То, что мы сделаем в наш flight plan. Мы взлетаем из KMVF. Мы сейчас попросим, мы сейчас определимся, как мы хотим лететь туда. Но, в принципе, наша следующая точка будет... Так, мы переключимся на центр 124.35. Когда мы в воздухе уже будем, я у них попрошу VFR-Following. Окей. Все, сейчас мы готовы к взлету. Давай. Tower 24615, holding short of 2S right, and right down with departure, please. Tower 24615. Affirmative, 24615. 24615, right or number 2 for departure, standby. Number 2 for departure. То есть мы сейчас взлетим после вот этой Cessna. Они ждут, сейчас вон самолет приземляется, и мы после него будем... Взлетим после вот этой Cessna, и мы уже готовимся к взлету. Окей. Окей, этому самолету перед нами дали разрешение на взлет. Мы выдвигаемся уже в сторону взлетной полосы, хоть нам еще и не разрешили. Мы уже готовимся к взлету. Готовимся вот так вот. Tower 24615, traffic upwind is westbound, right down with departure crew, runway 28 right to right. Tower 24615, traffic upwind is westbound, right down with departure crew, second five, thank you. Так, clear to the right, clear to the left. Lights, camera action. И мы будем за этим Cessna взлетать. Начинаем наше путешествие. Так, разгоняемся. Tower 261709, runway 28 right, clear to land, wind 220 at 6. Clear to land 28 right, 709. Они обязаныped. It's all in a distance, increase by the runway. It is better to be! ропейт. Так, соблюдаем 500 футов в минуту, скорость примерно 75 узлов, набираем наши, там, не знаю, 700 футов над уровнем земли, и... Так, где наш трафик? Продолжение следует... Начинаем наш разворот Хорошо Комму 19.6 Кокал, трафик от сайта, 800 университет Резума навигация Хорошо Да, я смотрю, там видимость до 4000 хотя бы мы дотянем, а там уже, я надеюсь, что будет голубое небо, либо мы попросим VFR on top Пока что продолжаем VFR Продолжение следует... Продолжение следует... 2996, сигнал 5 Я почему транзишн запросил, потому что облака еще низкие, и я через DHS бы пролетал бы над ними, тогда мне с ними говорить не надо было, но так как мы пролетаем через них, то я у них запросил транзишн Так прикольно Что, с облаками? Типа страшно с одной стороны Типа страшно с другой Мы наберем 3000 сейчас Нам нужно быть 500 футов под облаками и 1000 футов над облаками в Airspace Delta, это где мы сейчас пролетаем И вот мы уже над Delta-E, потому что они до 2400, мы уже 2500, поэтому мы в принципе уже над ними И я сейчас попрошу переключиться уже на... Что? Я хорошо дверь закрыла Что такое? Нет! Нир a 24615, Сокол Approach, кем вы вwise на Болдеру? Мы начинаем к Болдерэрпорту из Лас-Вегас, и я чусьых Иофр флайт фоллоуинг до 7500, пожалуйста Вы имеете в ВФр флайт фоллоуинг? ВФр флайт фоллоуинг, извиняя об этом Окей, что модуль ээкрафта есть? Это Бе-23 Сундантер, верирую Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вы как, Витулька? Живая? Так вот, что я боялась? В один момент, я же не боялась, когда мы слетали, да? Я просто, когда мы в небе, в один момент начала бояться, да? Знаешь, что я начала бояться? Ну. Когда я поняла, что я хорошо дверь не закрыла. Я такая смотрела на дверь, а она такая трясется, блин, мне чуть сердце ныхало. Я думаю, она как откроется, меня как засосит. Да. То есть мы сейчас едем на заправочку. Мне кажется, что это прямо здесь, в конце этой линии. Ну да, они же показывают. Я показываю, что фил там. Знак стоял. Да? Ну, значит подъедем сейчас к филу. Внимание на колдун. Посмотрите на скорость ветра, с которой мы заходили на посадку и с ней нам нужно будет сейчас взлетать. Сейчас вот так вот попробуем. Ребята, прилетели в Болдер-Сити. Вот бензозаправка. Туалет, если надо, кому? Ветер. А? Да? Даже санитайзер в туалете есть. Сейчас заправимся. Тут ветер просто нереально сильный сейчас. Я вам скажу точно сколько. Мы приземлялись было один. Сейчас посмотрим сколько здесь. Ветер. 13 узлов. Порывы 21. И прям по полосе. Но так как полоса узкая, новый аэродром, было так, скажем, challenging приземлиться здесь. И все, заправляемся. Перекусываем. Летим дальше. Тут жарко. Не знаю. Сейчас наверно тут градусов, не знаю, градусов 30 наверно. И термика. Прямо за этими горами находится Лас-Вегас. А если вон в ту сторону, там находится этот водоем Могаби-Лейк. Мы отсюда взлетим, пролетим на Дамбай-Убер. И сразу в Каларда-Сити. И там уже пролетим над Зайон-Парк. Так. Заправку делают следующим образом. Оттягивают. Хотя там на другой стороне есть тоже. Там просто он поломанный. Давайте возьмем ту прищепку. Она будет удобнее. Тут просто не работает. Но прищепку можно. Вот этой прищепкой мы ее вот так вот присобачим сюда. Вот этот вот наш аппарат платить. Здесь мы проводим нашу критную карточку. Короче, не работает заправка. Я позвонил тут по номеру телефона. Сейчас парень сказал, подъедет. Топав, поезд. Топав. Да, спасибо. Теперь для заправки. Они делают такой вот провод. Заземляют самолет перед тем, как начинают заправлять. И потом вот так вот по счетчику заправляют бензин. Все, заправились наконец-таки. Дяди с грузовиком приехали, заправили. Потом нужно было идти к ним в офис платить. Вот теперь возвращаюсь опять самолет. Сзади нас крутой черный джет. Говорят, что там наркоторговец прилетел из Венецуэлы. Я не знаю, насколько это правда. И обратите внимание, какой сильный ветер. Колдун весь полностью выпрямился почти. Так что будет взлетать непросто. И мы отсюда полетим на дамбу Убера. Убердэм. И оттуда уже в Колорадо Сити напрямую. Все, запускаем двигатель. Витуля, ты готова взлету? Так, полные баки. Все на зеленом. Амперметр заряжает. Все, мы взлетаем из Болдер Сити. Полные баки. Сейчас пролетим на дамбай Убер. Теперь здесь, в этом аэропорте, нету аэропорте, аэропорту. Короче, в этом аэропорту нету вышки. Поэтому здесь все пилоты общаются. То, что называется СИТАФ. Common Traffic Advisory Frequency. В данном случае она 122.7. И мы просто сообщаем все друг другу, каждому пилоту. Кто мы, где мы. И какие у нас намерения. Так, чтобы хотя бы было понимание. Может быть я сейчас взлетаю, а кто-то другой сажается. Он хотя бы будет. Он меня может быть не видит. Но услышит то, что я вот сейчас сажаюсь. То есть мы вот подъезжаем сейчас к полосе 1.5. Ветер у нас 120. Со стороны 120 градусов. 14 узлов. И порывы до 21. То есть будет хороший встречный ветер, когда мы будем набирать скорость. И взлетим сразу на Дамбу Убер. Трафик. 2465. Entered runway 15. Departing straight. Так, никого нету. Clear to the right. Итуля готова? Да. И полетели. КОНКОНКИ , конечно. Чёрт возьми. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Вон он, наш красавчик. Это Lake Mead перед нами. Красотища. Красиво, да. Ну как тебе? Супер. Огонь. Пушка. Так, и тут мы можем начинать набирать уже высоту. Так что поддадим немножко жару. И начнем набирать высоту. Переключимся на Las Vegas. Носвегас. 24-5 over Uber DM request. November 615, approach, please. 24-5, review. November 615, your radar contact, 30 miles east of Vegas. Las Vegas altimeter 2975, stay or out, please. Наконец-то связь восстановили. Ну да. Лос-Вегас, approach, sound downer. 24-5, 5500. 32-4, 615, Las Vegas, approach, about Las Vegas altimeter 2975. 2975, сигнал 5. И вот мы пролетаем над Lake Mead. И набираем высоту 7200. Но тут density altimeter очень высокий сейчас. И самолет практически еле-еле набирает высоту. Потому что и очень жарко. И у нас сейчас на 7000 футов температура почти 18 градусов. То есть и высота 7200, и жаркий день. Поэтому density altimeter очень сильно поднялась. И самолету тяжело. Но мы все равно набираем высоту. Наш полет будет 7500. И наслаждаемся красотой. Кстати, вода из этого Lake Mead идет в дамбу Uber. И этим самым они генерируют электричество. И потом она продолжает дальше уже через Colorado River. На юг. LA Center 2465, 6600. 24615, LA Center, Las Vegas altimeter 3975. Какие здесь? Очень хорошо, сейчас 2975, сигнал 5. Спасибо. И проверяйте, это 7500. 7600, сейчас сейчас, сигнал 5. Спасибо. Мы летим. 25-30 узлов попутного ветра. И вы видите, что уже как бы тут человеком не пахнет. Одна пустыня вокруг. Горы и песок. Или даже без песка какая-то красно-желтая земля. Вот. И уже начинаются такие дикие виды. Нам до парка полчаса осталось? Нам до парка осталось полчаса примерно. Вот мы примерно 40 км от Colorado City, от Zion Park. И можно посмотреть, как здесь почва уже превращается в желто-красную и в зеленую потихонечку. Так, тут уже тучи. Облачность. Немножко вот сейчас был дождик. Покапал. Но пока не серьезно. Да, ветер колбасит, конечно. Да, да. Пресса, самолет прям. Полышит. 2465. Мы можем заканчить VFR-флайт, как мы будем оверфлайт. Немного выше парка. 2465. 2565. Радарист. Терминируем VFR-флайт. Терминируем VFR-флайт. Добрый день. 665. Добрый день. Добрый день. 2465. 8000. 5 млн. Вверх. Оверфлайт. Аэропорт. И вверх. Окей. Вот перед нами уже Zion Park. Мы сейчас пролетать будем. Уже практически пролетаем наш аэродром. Вот он прямо у нас под носом. И поворачиваем на Zion Park. А сейчас мы пролетаем Colorado City. Это вот этот городок-деревушка. Маленькое население. Прям в конце света, можно сказать. Хотя завтра мы будем в еще более удаленных местах. Но вот так вот выглядит, когда вы не в больших городах Америки. И вот мы выравниваемся на высоте 8500. И пролетим немножко над этим красивейшим парком. Смотри, какая красота, Витуля. Он там дальше. Я вижу это все. Господи. Завтра утром мы встанем рано. И пойдем немножко здесь на какой-нибудь хайчок. Посмотрим что-нибудь такое недолгое. Что можно пешочком посмотреть. Сфоткать. Потом сядем в самолет. И отсюда полетим дальше на восток. На Horseband. Там есть аэродром, который называется Page. Но ты показывал фотографии, что здесь по хайку будет очень красиво. Да. Ну смотри, какая красота внизу. Малдежно просто. Мы сейчас это с воздуха немножко увидели. Завтра именно с земли посмотрим. Вот. Это, ребята, Xeon Park. Он разделен здесь на несколько кусков. Мы сейчас вот пролетим, если посмотрите вперед. Меняется геология полностью. С зеленого на белые скалы, красные скалы. Еще с очистением вот этих вот облаков выходит какая-то невероятная картина. Какой пейсаж. Теперь тут поворачиваем немножко на этими горами полетаем. Блин, смотри какая красота. Да. Не. Вообще потрясающе просто. Просто потрясающе. Вот сейчас даже природа такое. Правда? Я вижу всякие трейлы. Это, наверное, для хайков. Или ручьи, воды. Мы на 15 миль отошли от аэродрома. Это вот Xeon Park. Так он выглядит с высоты. Мы, в принципе, пролетели над парком. У нас сейчас высота где-то 9-200. Но я думаю, что можно потихонечку разворачиваться. Красотень, конечно, необычная. И потихонечку возвращаться в аэродром. Так вот мы полетали немножко над этим Xeon. Сейчас буквально нам осталось 8 минут до аэродрома. 10 миль. И мы зайдем на полосу 2-0. Приземлимся. И поедем в отель отдыхать. Каларда Сити 24615. На 10 миль. На северный аэродром. 9000. И мы перейдем на полосу 2-0. Каларда Сити 24615. 1 миль. На северный аэродром 2-0. Они узкие здесь, видишь? Не как в Сан-Диего. Узкие полосы прям. летом. И проем. На северный аэродром. На северный аэродром Леш. Ветерный аэродром. Для каларда Сити 24615. Сравниваем Сити 20. так мы запаркуемся где-нибудь здесь только один одно здание то чувак который нам машину должен дать он сказал что он живет прям в аэропорту что он механик какой-то что же ребятки мы прилетели в колрадо сити что такое колрадо сити давайте я вам покажу мне кажется в этом аэродроме мы одни единственные сейчас в терминале только один дядя который должен нам машину дать и больше никого нету и вокруг просто поле вообще ничего нету не ну как дикий запад как говорится да мы прилетели вот видите вон те горы вон там это где зион парк и мы там сейчас летали вообще просто потрясающий вид и сейчас мы самолет закроем запаркуем и летим берем машину и едем в наш отель на сегодня полетов хватило мы сегодня сделали 4.4 часа в воздухе сейчас пакуем пакуемся и едем просто посмотрите на эту красоту тут то что нельзя передать это воздух просто такой как бы смесь цветов да и свежести то есть не я не знаю даже как это передать но воздух какой-то супер необычный свежий такой ароматический вот наша птица и мы примерно сейчас я бы сказал миль 600 может быть от сан-диего тут общения ни одного человека нету еще одна прикольная тема в америке то что называется fbo то есть мы прилетаем например какой-нибудь аэродром в тех аэродромах которые в которые в которых есть fbo можно брать машину вот например мы взяли сейчас эту машину и это бесплатно то есть мы ее берем на несколько часов как там насколько она им нужна будет и мы за это не платим есть такие даже fbo которые предоставляют помимо того что там есть вода там или кофе выпить все бесплатно а есть такие которые предоставляют и как номер в отеле переспать с душем и так вот можно путешествовать в принципе по америке и минимизировать расходы на машину или на отеле если правильно спланировать все поэтому мы сейчас получили вот в чем нам дали красть для это край зверда прикольная тачка хорошем состоянии так что мы сейчас поедем в отель отдыхать и вот так вот мы выезжаем с аэродрома на бесплатной машине точнее она не бесплатно она бесплатно если убрать на несколько часов и вон перед нами этот зион парк но так как мы ее берем на ночь и возвращаем не только завтра можно сказать к обеду что мы хотим сделать хайк то нам придется заплатить 70 долларов как фильмах прям можно сказать да это такая дорога ни одной души нету воздух просто здесь офигенный вот и мы переночуем в этой деревушке завтра утром встаем в 6 утра на машине едем в зион парк на хайк на хайчок вот мы приехали в наш отель это конечно не хилтон но стоит не дешевле чем хилтон номер самый простой то что вот мы на мы нашли а вон там следующий короче вот сегодня обычный номер я покажу вас внутри 200 долларов за ночь там 190 с копейка south zion in так ребята это то что получают до 200 долларов около зион парк вот такой вот номерок с телевизором даже можно сказать двухкомнатная да или что здесь здесь ванная а нет здесь здесь даже кухня и смотри о вау даже кухня есть тут что-то еще есть не знаю какой то другой номер и здесь ванная и вот спальня него прикольный номерок за 200 долларов фишка в том что не так много выбора то есть даже если поискать и особенно если вы заказываете не так за сто лет а за недели две то не так много выбора и цены здесь сумасшедшие потому что не так много выбора поэтому даже все ребята 7 утра мы выходим из отеля из нашего идем на хайк и сразу летим в аэропорт мы находимся на границе с аризонной иютой буквально прям вот сзади нас значок и если мы посмотрим сзади нас этой стороны на север уже идут горы зион парк мы сейчас туда едем на хайк мы находимся на высоте 5000 фут это примерно более двух километров два нет меньше почти километр полтора километра на дуровой уровнем моря примерно высокая такая вот местность и 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 изгиб реки как копыта лошади и оттуда мы еще один полет делаем сегодня над Гранд Каньоном, поэтому у нас планов очень много и к сожалению в каждом местечке только так вот по чуть-чуть, но даже этого чуть-чуть вот посмотрите сзади даже этого чуть-чуть словами не передать я был в многих разных местах горных и быть откровенным я не помню какое-то еще одно место где просто такой воздух был я не знаю это смесь свежести с цветением расцветанием цветов может быть из-за сезона сейчас мы в какая у нас конец мая может быть из-за этого, но воздух просто нереальный какой-то нереальный не могу никак надышаться вот мы подъезжаем в наш аэродром вот сейчас в дневное время суток можно посмотреть как эти горы зион парк в котором только что гуляли выглядит издалека и что вообще вокруг этого аэродрома здесь посмотрите какие просторы и поля мы сейчас заправимся вот наша птичка ждет заправимся и летим в место которое называется page это примерно час полета погода хорошая тот аэродром тоже находится высоко мы сейчас примерно 5000 футов над уровнем моря и там мы приземлимся тоже возьмем машину бесплатно в fbo как я рассказывал ранее и поедем на horse shoe band изгиб такой река или там знаю очень красиво место должно быть хотя бы на фотографиях мы его сейчас посмотрим и после этого двигаемся в гранд каньон сейчас я на заправочке заправлюсь и вперед ну что ж наши любимые зрители мы готовы лететь дальше прослушаем погоду марк дэнсити алтитуд 6600 это очень много это нам нужно будет очень долго разгоняться и взлетать 3002 поставили окей готова окей поехали она будет долго разгоняться окей вот мы подъехали к взлетной полосе 20 аэродроме тоже нету нету вышки поэтому мы сообщаем все только пилотам между нами и пилотами коррадо цилин антитуд 6600 Сверху на правую сторону, сверху на правую сторону. 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 все ребята мы взяли машину опять же в fbo так вот выглядит вот тут у них бесплатная водичка есть всякие снеки кто хочет мы взяли машину на два часа и едем сейчас на horse band поснимаем там потом взлетаем отсюда и летим уже в гранд каньон мы еще здесь полетаем тоже кстати нам нужно будет полетать здесь тоже там дал теньки сумоч даже отдали такую штучку это вот то что мы сейчас должны увидеть в принципе сейчас мы заходим и поток народа здесь впечатляет он вывеска есть этого теперь тут очень много туроператоров летают он самолет летит и посмотрите какая местность вокруг просто пустыня и такие вот сумасшедшие пейсажи для того чтобы до нее дойти нужно мы уже сколько минут 10 идем и он там народом прям кишит нужно на камере отсюда вряд ли будет видно но там прям не знаю мне кажется несколько сотен человек подходим немножко посмотрим на чем весь ажиотаж и открывается вот такой вот вид даже нельзя пройти протискнуться нельзя сейчас попытаемся протолкнуться и открывается вот такой вот вид я тебя потерял теперь тут внизу если обратите внимание на байдарках люди катаются и к сожалению в этот раз мы уже такое не успеем но было бы очень круто вот так вот покатиться бы на байдарках через это все место просто невероятно и посмотрите вообще вокруг как все выглядит сказочное место проблема в том что много народу мало кислороду народу просто туда же некуда протиснуться но вид этого стоит как вы видели красотень необычная примерно 10-15 минут езды от городка пейдж и ну 10 туда 10 обратно там еще чтобы до него дойти минут 20 надо было идти не знаю ну красиво конечно лучше было бы на байдарки там покататься на каяке вот уже в другой раз сейчас мы перекусим и садимся в самолет полетаем здесь над всеми в том числе над этим хорд бэндом пролетим сейчас и тут еще куча других озер или водоемов я не знаю мы когда летели сюда там буквально задели немного сейчас полетать над этим немножко и потом уже курс на гранд каньон а сейчас мы покушаем то чего в россии уже давным-давно нету макдональдс окей нас сейчас на карте везут обратно к нашему самолету и опять же это все бесплатно и вот можете посмотреть какой здесь вид вот миллионер это наш fbo где мы были сейчас нас заправили напоили и сейчас мы полетаем здесь над этими водохранилищами или над речкой этой и потом сразу же летим в гранд каньон над гранд каньоном полетаем вот на this one thank you so much все нас довезли к самолетчику сейчас мы его распакуем и полетим обратно все мы сейчас летим немножко здесь и на гранд каньон летим density altitude 6800 ой-ой-ой 6800 это фиге это фига у тебя будет сложная сложный взлет я уже готова давай далекой ветер этофиг я выбрал ага а а то маха это машина а в маха 245, тренинг кроссвейн, runway 23. Смотри, сколько там лодок. Да, я вижу, они по целой речке плавают. Много таких. Пешки, потоки ветра. Эдж трафик, 245, тренинг downwind for runway 23. Right downwind. Сейчас взлетели с нашего аэродрома, из Пейджа. И мы сейчас попытаемся пролететь над этим хорсбэндом. Посмотрим, как получится. Хотя бы 1000 футов высоты, потому что это National Park. И пролетим оттуда сразу в Grand Canyon. Нам по-любому нужно набирать высоту, но самолёт еле-еле набирает. Жарко очень. Плюс ветер, потоки ветра. У нас сейчас встречный ветер, 20 узлов. С нашей правой стороны аэродром, с которым мы сейчас взлетели. Городок Пейдж, где мы сейчас были. И перед нами чуть-чуть налево будет этот хорсбэнд. Тут, конечно, потоки воздуха очень приличные. Вон там дамба. Смотри, с правой стороны. Тут прям болтает. Сейчас пролетим над этим хорсбэндом. Красиво? Очень дамба. Реально красиво. Это вот где мы были. Видишь, там парковка. И вот сейчас мы над ним прям пролетать будем. То, что мы пролетаем сейчас, это Mirabel Canyon. Это по дороге уже в наш Grand Canyon. Высота 8500, самолёт еле-еле прям ползёт наверх. Тенсити Алти тут сумасшедшая. И нам нужно быть 10500 через примерно 20 миль. Потому что нам нужно будет проходить через коридор. А в коридоре нам нужно быть 10500. Ну и понятно, болтает немножко. Жаркий день. Тут, конечно, идеально такой маршрут делать. Либо когда прохладнее, рано утром или уже поздно вечером. Либо на самолёте помощнее. Вот мы потихонечку заходим в наш коридор. Высота 10700. Немножко турбалентно. Гранд Каньон Трафик. 2465, enter the Dragon Corridor, heading south. 10700. Гранд Каньон Трафик. Вот он Гранд Каньон. Есть кто идёт там хайкать. Пеший, такой пешочком. Я не знаю, какой лучший сезон. Но я думаю точно не летом. Потому что тут нереально жарко. Особенности. Мы сейчас спустимся. Я вам дам просто пример. Да, он сейчас на высоте 10500. И за бортом где-то 10 градусов. Это очень много. Вертолёт. Видишь вертолёт? Да, улетел. Окей. Там снизу, он прямо снизу. Аэропорт 2465. Встреча с Джулиетом. И мы сейчас 10 мл. На Драгон коридоре. 24615. Гранд Каньон Трафик. Роджер. Рейт Трафик. Рейт Трафик. Рейт Трафик. Рейт Трафик. Мидфилд. Вот так вот выглядит коридор. Мы летим прямо в коридоре. То, что фиолетовая по сторонам запретная зона. Или хотя бы до 14500. А мы летим 11500 на север, 10500 на юг. Невер 815. Менджер, инструкция. Bel Airmana. На ютуб сжиму от 1,500, на травмах. И продолжение с север. Я поставлю на ютуб, Ушель. 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 Ушель в север. Ушель. Ушель с прямой ютуб. Ушель в север. Ушель в север. Ладно. Очень. Потому что турболенция сильная. Ты издеваешься, Антон Майк. Я знаю, ты мстишь. Он же сказал, hold on the right downwind. Пока один кружок такой сделаем. Сейчас зайдем на посадочку. Ну, типа сначала страшно, а потом, типа, привыкаешь. 615, remain within 4 miles of the airport to stay within, or outside of the special flight room area to our north. 615, we can start our descent for landing, if it's okay. November 615, roger, if you can make a right base. Win 2208, gust 21, runway 21, clear to land. Cessna reported plus 15 knots on final for runway 3. 21, clear to land, 615, thank you. Будет тяжелая посадка. Plus 15 knots, он сказал. То есть нам ветер будет... Гаст. Сейчас мы будем делать slip. Хотя я делаю slip, чтобы убить энергию немножко. Порывы ветра. Какие порывы, а? Угу. Немножко жестковато, но по центру. Так, приземлились. НО615, contact ground point, айнер. ГРОUND, 615, thank you so much. ГРОUND, 2465, at Delta, and runway 21. Рокостing taxi to the terminal, please. НО615, 24615, at taxiway Delta? НО615. 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 НО615, Grand Canyon and ground. Taxi to the terminal via northbound, Ampapa. It'll be all the way to the end to your right. Ampapa, till the end. НО615, thank you. ГРОUND, 232, proceed to request for arrival wind 2906. Самолёту очень тяжело было. Он молодец, держится в очень сильном. Прямо на пределе, на пределе. Нам нужно будет завтра рано утром отсюда вылетать. Иначе мы не поднимемся просто. ОК. Ну всё, ребята, мы прилетели в Grand Canyon. Аэропорт на высоте 6700. Жаркий день сейчас за бортом. 30-28, они говорят градусов. И самолёту реально было тяжело. Вот, поэтому мы сейчас едем в отель. Завтра рано утром отсюда нужно. В Гранд Каньоне высота 6700. Точно такая же, как на Биг Берри, кстати. Поэтому я, может быть, и подумал. Вот. Тут и жарко, и высоко. Мы сегодня отдыхаем. И сейчас пойдём в отель. И завтра уже что? А, ты по телефону? Покажи мне Беллу. И в отель. И завтра уже утром отсюда будем лететь в сторону метеорита. Фишка, что в этих аэродромах, которые очень высоко находятся, особенно когда жарко, очень нестабильный воздух. И посадки усложняются немножко, потому что ветер качает. Вот сейчас мы, когда сажались, был Windshear. Windshear, когда ветер может менять направление очень быстро. И, если обратите внимание, тут на аэродроме, вот Skylane. Это Cessna 182 Retractable Gear. И Bonanza Beachcraft. Да, это все самолёты, которые... Ну, у них двигатель больше, чем 200 лошадей по-любому. Там 135, а то и больше. И мы здесь на аэродроме. Единственный самолёт со 180 лошадями. Вон, это, кстати, туристы летают вертолёты. И все вот эти вот самолёты, это... Ну, туристы, короче, летают. Туры такие над Гранд Каньоном и так далее. Мы это сделали на нашем самолёте без турагентства. И вот, смотрите, парень идёт на посадку. Ему тоже будет сейчас непросто. Очень большие сдвиги. Вон, видите, как качается прям. Очень большие сдвиги ветра. И... Сложно. Вон, опять его отскочило. Вон, он отскочил. И ушёл на второй заход. Вот. Это о том, что я говорю. Ушёл на второй заход, потому что нестабильно зашёл изначально. Мы сейчас когда на посадку шли и здесь, и в предыдущем аэродроме в Пейджи. Та же самая тема. Очень высокая местность. Порывы ветра. И... Могут быть с разных сторон. Поэтому нестабильные посадки. Вот самый лучший пример сейчас. Дядя ушёл на второй заход. Всё. Короче, мы паркуемся на ночлег. Идём в отель. И завтра утром мы летим. Я вам сейчас скажу. На следующий аэродром будет интересный. Потому что мы около него будем пролетать над метеоритом. Над кратером точно. И заправку я буду делать там. Потому что я хочу отсюда взлететь с полупустыми баками. Или полуполными. Чтобы легче было набирать высоту. И мы рано утром это будем делать. Пока ещё очень холодно. И несмотря на это всё равно будет тяжело. Поэтому сейчас, например, с этим мы взлетали. Мы практически бы не набирали высоту. Так что, ребята, до завтра. Завтра будет у нас кратер метеорита. И летим обратно в Сан-Диего. И ещё, кстати, кто делает экскурсии на Гранд Каньон. Вот на таких самолётах обычно делаются. У них большие, широкие окна. Пропеллеры с турбочарджером. И они платят, я не знаю, думаю, долларов по 800. За такую вот прогулочку на самолёте. Теперь в Биг Берри мы не брали машину. Мы просто пойдём пешком до нашего аэродрома. Тут городок. Примерно минут 15 ходьбы отсюда. Откуда я знаю. Потому что мы один здесь завтракали. И это был единственный отель. Вообще, в принципе, единственный отель, который можно было здесь забронировать в этом городке. И одна ночь 300 долларов. Обычный отель. Двухзвёздочный, я думаю. Две или три звезды. Просто потому что другого ничего нету. Кстати, для тех, кто не знает. Вот эта вот оранжевая штучка, которая стоит. Такая длинная вдоль взлётной полосы. Вон взлётная полоса. И перед ней стоит вот такая вот оранжевая штучка. Это локалайзер. То есть, или часть от системы ILS. Это если делают заходы по приборам самолёты в невидимые условия. То вот эта система, это одна из компонентов, которые помогают в навигации. А с нашей правой стороны парковка. Стоянка всех этих вертолётов, которые делают экскурсии над Гранд Каньоном. Я смотрю, они тут летают нон-стоп. Вон один уже улетел. Ещё один. Я не уверен, как это у вертолётов. Но им тоже сложнее здесь летать по-любому из-за высоты и температуры. Аэродинамика же не меняется. 10 минут ходьбы от аэродрома. И вот мы подошли в наш отель. За 300 долларов. Давайте покажем, что за комната за 300 долларов. За что мы тут 300 долларов платим. Так. Что она из себя представляет. Так. У нас две разные кровати, Вита. Наконец-то я буду спать один. Это для меня лучше. Вот обычная комната. Я обыскал две звезды. Ничего особенного. Вон ванная, туалет. Всё. 300 баксов, ребята. Только потому, что они могут. А сейчас мы решили просто пройтись по городу. Посмотреть, что из себя представляет этот Grand Canyon City. Я не знаю. Деревушка, кажется. Один или два отеля. И, может быть, пару ресторанчиков. Вот мы сейчас идём как раз посмотреть. Тут всё пешком можно пройти за 10 минут. Вот так вот впереди выглядит. Немного обещающие. Идем на центральную дорогу и посмотрим. Прошлись по... Пять минут. Вот от конца той дороги до вот этой точки. Это примерно весь город. И вот тут по дороге есть несколько отельчиков и ресторанчиков. И всё. Это весь город. Самое интересное, что номеров нету нигде. Всё. Мы начинаем наш путь. И вот наш аэродром. И вот наш красавчик стоит, ждёт. И тут, кстати, штат Аризоны за ночёвку. То есть, если мы оставляем самолёт на ночь, 5 долларов стоит. В аэродроме никого нету. Эти все для людей, которые на экскурсии ездят. Вот им говорят здесь восстанавливаться в очередь. И в каждом аэродроме есть секретный код. Инструкции можно прочитать здесь. Так, и секретный код. Набираем. И вот открылись ворота. Всё. Заходим в наш аэродром. Тут вообще никого нету. Полная тишина. Наш самолёт. Вообще никого нету. И вот, как говорил, оставили нам счёт за парковку. И если не ошибаюсь, тут будет 5 долларов, которые можно оплатить онлайн. Так, всё. Мы готовы к взлёту. Ground, good morning. Sunrunner 246 on 5 on the northern ramp. We have Oscar and requesting departure on runway 21. So, сейчас мы переключимся на тавер. Good morning. 246 on 5. Holding short on Bravo on runway 21. Requesting departure. November 615. I can climb over the field. I don't have anyone over at the moment. Wind 190 at 3. Runway 21 for the takeoff. Runway 21, QI for the eco. Second 5, thank you. Он сказал, никого нету. Поэтому мы можем набирать высоту over the field. Уже тепло. Очень тоже. Да, нам будет сейчас очень тяжело набирать высоту. Потому что 6700, а высота аэродрома. И я это сделаю сейчас как short field. Мы остановимся. Я нажму на... Max Power. Scott 28. Grand Canyon Tower. Good morning. Wind 180 at 3. Procedure quest to south west. Crossway 21. Видите, как долго мы разгоняемся? Да, вообще и высоту не набрали. Какую высоту? Мы скорость еще... Я знаю. Я говорю, что мы еще... Тихо, тихо, тихо. Уже не пошли вверх. 65. Rotate. Тормоза. Тут очень длинная полоса для этого. Именно для этого. Но пока набираем высоту. Медленно очень, но набираем. Почти 500 футов в минуту. 400. Худо, бедно, но набираем. Ты как? Мы, значит, будем... Когда самолет ровно стоит, ну типа летит. Я себя комфортно чувствую. Но когда, блин, начинается в горах его шатать влево-вправо... Вот там Grand Canyon с нашей правой стороны сейчас откроется. Но нам нужно будет набрать высоту на 11500. Это у нас займет некоторое время. Потому что мы очень медленно набираем высоту. Сигнал-5, просто дабл-чек. Ты хочешь, чтобы наступить в суток или в суток? Сигнал-5. Я не могу комфортить. На least, на этом времени. Если это более комфортно для тебя, ты можешь наступить в суток. Хорошо. Мы будем наступить в суток и в суток. Сигнал-5, спасибо. Сигнал-5. Невембер-615. Просто, чтобы ты осознаешься... Клайм на поверхность. Если ты идешь... Продолжение 4 млн влево-вправо, Сигнал-5. Сигнал-5. Клайм на поверхность. Скоро! Невембер 24615, мы идем в север от Драгон-Корридор, требует оковлечения вашего аэропорта, и мы идем в север. Невембер 24615, Гранд Канин Тауэр, Роджер, Каннел, тимбер 3013. 3013, спасибо большое, тимбер 5. Невембер 27.55. И вот мы летим. 27.55, окей. Водруг нас вообще пустота, пустыня, даже ни одного домика не видно, какого-то населения. Вот гора с правой стороны со снегом. И буквально несколько минут назад мы были там, где полная жарища. Мы 45 миль от Уинсло. И ветер там сейчас по полосе, значит ветер там сейчас 128 узлов, поэтому мы будем брать полосу 1.1. Высота аэродрома почти 5000, тоже высокая местность. И температура там сейчас 18 градусов. Когда прилетим и заправимся, наверное, уже будет 22. То есть нам тоже будет тяжело там взлетать. Но я уверен, что мы отправимся. Мы тут немножко подумали и решили, что мы хотим немножко изменить наш курс. И не будем лететь в Уинсло, мы летим сразу на метеорит. После метеорита... И вот он открывается перед нами, красавчик, этому кратеру, насколько я понял, 50 тысяч лет. То есть 50 тысяч лет назад здесь ударил метеорит и оставил вот эту дыру. И можно представить, что здесь был как будто бы ядерный взрыв. Но не как будто бы, тут мощность этого удара, как я это вижу, она, наверное, если бы здесь был город, она бы этот город полностью... Мы сейчас над ним кружок сделаем и изменим наше VFR-флайт фоллоинг на приз-код. База какая-то есть. Да, наверное, для туристов что-то, я не знаю. Или научная. Да. Смотри, там какой-то городок. Ты прикинь, какой здесь удар был. Ядерный. Это, наверное, туристы приезжают, по-любому. Номер 24615, рейдерсервис, turn is clock VFR and change the frequency is approved. 24615, can we ask to change VFR-флайт following to breeze-код, regional, it's Papa, Romeo, Charlie? Хорошо. Я думал, что мы меняем наш курс. Номер 24615, рейдерсервис, turn is clock 4203. 4203, сигнал 5. 4203, сигнал 5. Так, всё, мы меняем курс на... Прескод, бензин у нас есть, нам лететь 75 миль. Или мы так срезали, таким образом мы срезали просто полчаса лишнего полёта. Так, и мы сейчас пролетаем Mormon Lake. Он находится на высоте 8000 футов. Мы примерно 2000 футов над ними сейчас пролетаем. Дорога внизу есть. Он в городок какой-то есть. А, да, кстати, городок есть. Как мы видим, красивые пейзажи не заканчиваются. Мы примерно 40 миль от Прискута. Высота 10300. И можете обратить внимание по правую сторону борта. Опять красно-жёлто-зелёный фон. Горы, как в Гранд Каньоне, такие расцветки. Зелёно-жёлто-красные. И под нами тоже какие-то ущелья красивые. Высота 10300. Осталось нам ещё 35 миль. 24 минуты. И вот такой вот вид у нас под нами. Вот эти горы перед нами сейчас пролетим. Под нами это Седона. И вот этот парк это Седона. То есть мы пролетаем Седона-парк. Который прекрасно выглядит. Можно посмотреть вот так вот. И если посмотреть на iPad, то даже есть то, что называется запретная зона красная вот такая вот. Вот куда нам нельзя залетать. И речь идёт как раз вот об этом вот парке. Вся вот эта вот часть. Но город большой, типа. Много туристов, да. Это Седона. Порывы ветра 17. Наша полоса будет 2-1. Я попрошу 2-1 левую, так как она шире и длиннее. И посадка будет с сильным боковым ветром с лево. Бонанса 6-1-5, runway 2-1 left, cleared to land. Wind 1-3-0 at 1-3, gust 2-0. 2-1 left, clear to land, 6-1-5. Коррекция, gust 2-4. Мы попробуем сделать то, 6-1-5. 2-4. Это жесть. Это просто жесть. Прескет Тауэр, Ридл 2, going around. Ридл 2, roger. Бонанса 1-6-7-6, Whisky, Прескет Тауэр, айден. Айден, 1-6-7-2, Whisky. Да, порывы чувствуются хорошо. Вин 1-3-0 at 1-4, gust 2-4. Вин 1-4. Бонанса 7-6, Whisky, join a 5-mile final for a straight-in runway 2-1 left. Вин 1-5-mile final for a straight-in runway 2-1 left. Ридл 2-2, base approved, number 2, left closed, traffic approved, runway 2-1 left. Turn crosswind, when able. Прескет Тауэр, айден. Бонанса 6-1-5, contact ground .7. Ground .7, 6-5. Ground, good day. 2-4, 6-5 at Delta-4, and requesting taxi to the FBO. 2-4, 6-1-5, Прескет Ground, good afternoon. Taxi to Qatar via right turn on Delta, and crossing way 3-0 at Delta. Right on Delta and crossing 3-0 on Delta, 6-5. Сюда мы переехали. И... Где тут FBO, ты его видишь? Сюда он что ли? короче здесь тоже такой fbo бесплатно выпили кофе нам заправили сам выходим здесь такой же fbo нас уже заправили мы находимся как это называется прискан забыл как называется это аэродром короче самолетики взлетают где-то три часа полета от сан-диего мы на востоке и сейчас напрямую будем лететь уже домой сан-диего то есть мы за эти три дня успели увидеть калифорнию потом неваду приземлились в лас-вегасе потом мы полетели в юту увидели зион парк потом полетели в пейдж это уже аризона увидели орсбенд потом полетели над гранд каньоном это тоже аризона и сейчас мы здесь а метеорит метеорит кратер и сейчас уже взлетаем обратно напрямую сан-диего там походу сейчас погода а будет айфар то есть по приборам будем заходить гранд гуддей сан-донер 24615 we are at the fbo requesting taxi to runway 21 with kilo нам дают опять эту широкую полосу так начинаем нашу рулежку а дельте опять же можно посмотреть что колдун показывает что у нас ветер будет сейчас нашей правой стороны то есть у нас когда будем взлетать он будет с левой стороны мы проезжаем сейчас взлетную полосу clear to the right clear to the left проезжаем по ней нам на это дали разрешение за бортом где-то 25 градусов и 5000 футов это означает что будет очень медленный подъем тару 24615 holding short on to one left ready for departure straight number two four six one five Crescot tower right turn westbound approved wind one one zero at one four gust two two runway two and left to take off two one left before take off and then to right and it will be challenging ok закрываем окошко опять у нас предупредил что будут порывы ветра clear to the right dream for take off порывы будут с левой стороны 50 60 rotate еле еле смотри какой ветер чувствую тормоза влево прям ну да 22 узлов порыва бокового ветра еле еле набираем высоту итак у нас уже 6 300 набираем высоту фуда бедно 500 футов в минуту выжимаем пока альберкуки центр 24 25 10 miles to the west of pre-scott request sorry you're left to where uh pre-scott а раутер uh what could i do for you i would like to be uh have request a vf flight following to montgomery san diego at 8500 615 раутер on the full call sign one more time 24615 number 24615 спокс 2616 the crosscut altimeter is 3005 and uh the type of aircraft 2616 and we are uh beechcraft be 23 be 23 be 23 appreciate it ok все теперь нормально а сейчас мы пролетаем alma lake тоже он находится посреди конца света мне кажется посреди пустыни он находится в центре милитари операция ария в принципе военные всякие тренировки могут происходить либо на военных самолетах либо они могут тут стрелять ну короче моа милитари операция и мы пролетаем на 20 10 500 и видим вот такой вот лейк под нами там даже вижу катера катаются и там даже дамбу дамбу так а теперь обратите внимание у нас правой стороны правой стороны это южная часть колорадо river которую мы пролетали когда мы пролетали лос лас-вегас лас-вегас на самом деле вот если прямо повернуть и лететь прямо то мы долетим до лас-вегаса он севернее от нас и вот колорадо river который проходит через дамбу который мы тоже пролетали в наш первый день этого полета она вот течет 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 и где-то вот прям отсюда отсюда по маленьким ручейкам видимо в ту в тот водоемчик который мы пролетали только что вот буквально несколько минут назад на улице центр 24615 100005 100001 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 южнее от нас моей с левой стороны прямо недалеко находится город Феникс и если бы у нас было чуть больше времени мы может быть и Феникс залетели так что Феникс в ту сторону на камеру улыбай Севенбур 6.5 по центру ЛА центра 128.6 128.6 655 спасибо Севенбур Севенбур 6.5 сняли Окей, не от этого не лезь У тебя на видео засняли С нами Солтон Лейк Пустыня Ничего интересного здесь нету Л.А. Сентер 24, Сигнл 5 Программировали в ИОФ Монгамбрии Моя 24, Сигнл 5 Роджер, у меня это для тебя Редактор Все, значит, мы запрограммировали теперь план Потому что Сейчас в Монгамбри Айфар Сейчас тут солнышко, у нас красиво все Но Так как мы подаем план Мне нужно будет соблюдать его строго Я подал 10 тысяч Значит, мы потихонечку Потому что здесь горная местность Мы потихонечку сейчас У нас есть 13 миль Нам нужно будет сбросить на 10 тысяч И с этого момента Нам нужно будет соблюдать Четко Все по Приборам Так что в этом Полете у нас вышло И заодно полетать по приборам Там мы будем через облака заходить Так как ты любишь Как я люблю, да Так что 615 Монгамбрии Вдрак Жилиан Жилиан Вдрак 514 Мишнбей Микзулу Браво Монгамбрии Минтейн 10 тысяч 10 тысяч Клеер Вдрак Жилиан Вдрак Вдрак Жилиан Жилиан Вдрак Мишнбей Микзулу Браво Вдрак 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 5142 Директор Мишнбей Монгамбрии 615 8 ТК МОИФ Они все равно это изменят Они нам дадут векторы Мы так не будем лететь по настоящему Токал Проверка 24615 Проверка 24615 Токал Проверка Вдрак РНВ 28 Проверка 615 2-4-6-1-5, после Джулиана, идите прямо к НЕСТИ для РНАВ. После Джулиана, идите прямо к НЕСТИ, 6-1-5. Силинг оверкаст 2100. То есть у нас облачность будет 2100. Маскетир 6-1-5, сохраните 9000. 9000, Сигна 5. Так, начинаем спускать высоту, 9000. Потихоньку убираем тягу. На 2-2-2-0. Делаем процедуру. Activate approach. Флайдплан НЕСТИ. Директ, Директ. Activate. 6-1-5, сохраняем 6000. 6000, Сигна 5. 6-1-5, сохраняем 6000. 6000, Сигна 5. 6000, Сигна 5. 6-1-5, Сигна 5. Сигна 5, Сигна 5. Сигна 5. Сигна 5. 6-1-5, сохраняем 5000. 5000, Сигна 5. 6-1-5, сохраняем 4000. 4000, Сигна 5. Водглайдслоп появляется. Сон. Сонтарин 03, CRC, maintain 4500. Водглайдслоп. 6-1-5, you're 4мс from НЕСТИ, crossed НЕСТИ at or above 3800. 3800, cleared RNR runway 28R approach. Crossed at 3800 or above, cleared for the RNR approach. Сигна 5, thank you. Сигна 5, thank you. МТ24, 615 МТ28, продолжение, продолжение. Продолжение следует... МТ24, 615 МТ28, продолжение. Продолжение следует... 3R, lan up and wait, 4PW. Čero, helicopter re-business to the net, please. ČR6, 515, traffic to follow is 1 o'clock, 1.5M, on a right base. Looking for traffic to 5. Вот у 0, ca. Так, мы на глади с лопе, нормально. Видишь его? Посторонная точка лица... Тоже на секунду, а, вижу. Okay, turn of the notice is true for 4PW, thanks. ČR6, 0, 3, кран, 128, left, на регуance. Крестовый лев, контакт, Крестовый лев, РАГЕ-623. Попробуем в номера попасть. Раунд эффект. Крестовый лев, Брэвв, продолжаем, продолжаем, РАГЕ-623. Продолжаем, РАГЕ-623. Нормально. Я хотел, но мы в первую полоску попали, то есть тест прошли бы. РАГЕ-623. Вперед лев, обнимать мяк, держи на лев, ГРУ. ГРУ. Как это? Ой, хорошо! Все, приехали. Ой, так хорошо отдохнули, да. РАГЕ-623. 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 ГрУ. 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 И переезжаем эту полосу. ГрУ. ГрУ. ребята ну все долетели 2000 километров или там сока еще с лишним миль морских долетели 4 штата три дня очень много вещей часть не получилось снять часть получилось это такой массивный первый ролик если вам понравилось буду признателен если заширить и его поставите лайк и комментируйте если вам что-то там нравится не нравится добавить следующий раз и мы постараемся почаще выдвигаться в низкие cross countries также напоминаю кто хочет учиться на пилота приглашаю сан-диего я пилот инструктор смогу вас научить и если вам на русском будет проще той на русском можно так что спасибо что смотрели надеюсь что вам понравилось и до следующих приключений пока